Братанчик, стой, не перематывай данный момент, ведь именно в нем у тебя есть шанс выиграть крутой АВМ Бум. Для участия тебе просто нужно поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, посмотреть данный видеоролик от начала до конца без перемоток, а также подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании, ведь именно в нем я буду подводить итоги. Также ты можешь скинуть данный видеоролик своему другу, ведь это очень сильно увеличит твои шансы. Я желаю тебе удачи! Ответьте на вопрос, как давно вам падал скин за удачу в стендов 2? Лично я их выбивал пару раз за все время примерно на сумму 30 голды. А сколько вы? Пишите в комментариях. Ну а конкретно сегодня я зайду в режим командный бой и сыграю там 5 каток, и мы посмотрим, что же нам выпадет по наградам. За хорошую игру, удачу или же за поднятие уровня. Перед началом я попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком. Давайте топить до цели в 5000 подписчиков, ну а я теперь желаю вам приятного просмотра. Первую игру мы сыграли на тренинг улдсайт. Довольно старая карта, и она мне очень нравится, ведь она свободная, и всегда видно противников, что помогает не бегать по укатке и не искать их. Я зашел за команду террористов и играл на таких оружиях, как АКР и АВМ. По итогу катки я сделал 35 киллов, одну помощь и умер 18 раз. Тем самым почти вышел в КД 2, ну а по наградам я получил 350 опыта, 10 серебра за хорошую игру и в принципе все. Вторая игра опять же была на карте тренинг улдсайт, и она опять же была довольно крутой. Единственное что-то было с регистрацией урона, и по этой ошибке я очень много раз сливался. Скорее всего это было связано с тем, что когда я играю не дома, у меня пинг примерно держится на уровне 100, здесь же у меня был пинг 50, и возможно это и было поводом моих сливов. Я играл за террористов, в середине катки перешел за КТ, и играл с таких оружий, как АВМ и М4А1. А с каких оружий вы играете в командном бою, обязательно пишите в комментариях. Ну а по итогу катки наша команда проиграла, я был на первом месте, сделал 35 киллов, 5 помощей и умер 16 раз. Получил 350 опыта, 15 серебра за хорошую игру и 10 серебра за удачу. Третья катка уже была более разнообразной, потому что поменялась карта, а конкретно мы играли на карте Виллдж, тоже довольно старая карта, которая уже держится в стендоффе на протяжении 5 лет. Она крута тем, что более меньше чем другие, и не приходится бежать большие дистанции в поиске противника. Я зашел за террористов. Потом по традиции, где-то в середине катки я подключился за КТ, и за всю игру менял оружие, и по итогу сыграл на АКР и М4А1. По итогу катки наша команда одержала победу. Я был на первом месте, и сделал 33 килла, 6 помощей и умер 16 раз. По наградам получил 330 опыта, 10 серебра за хорошую игру и 10 серебра за удачу. Пока что не густо, но я надеюсь, что в следующих двух катках мне насыпят что-то крутое по наградам. Четвертая катка игралась на карте Арена. Просторная карта, и видно всех противников. Лично мне она нравится так же, как и тренинг Олдсайд. В игре был один сильный полудурок, и он постоянно убивал меня, и из-за этого не получилось даже делать киллы. Я играл за террористов, стрелял с АКР, АВМ и АКР-12. По итогу катки мы проиграли. Я был на первом месте, сделал 33 килла, 1 помощь и умер 16 раз. Тем самым из наград получил 330 опыта, 10 серебра за хорошую игру и 10 серебра за удачу. Опять же, это очень мало, и я вообще не знаю, почему же нам так не везет. Ну и последняя, пятая игра была на карте Сандьярс. Лично мне она вообще не нравится, потому что она постоянно играется в командном бою, и лично мне она уже приелась. А также, в этой игре опять же присутствовал сильный полудурок, и тут он опять мешал мне играть до таких пор, что меня уже настолько бомбило, то что слава богу, я не записывал свой голос. А также, хотел бы высказаться насчет того, что режим сократились с 10 минут до 5, здесь есть свои плюсы, а также свои минусы. Плюсы заключаются в том, что теперь стало удобнее играть тем, кто спешит, и ему нужна быстрая катка, чтобы заутать опыт и награды. Ну а минусы в том, что постоянно нужно выбирать заново режим и играть разминку. А как считаете вы? Обязательно напишите в комментариях. Я играл с ЗКТ и стрелял из таких оружий, как М4А1 и АВМ. По итогу игры, наша команда выиграла. Ну а я был на втором месте, по причине того, что нельзя быть всегда первым, и надо давать шанс молодым. Я сделал 21 фраг, 1 помощь и умер 11 раз. Получил по наградам 210 опыта, 15 серебряных за хорошую игру и 3 серебра за удачу. Теперь давайте подведем итоги сыгранных каток. Я сделал 157 фрагов, 14 помощи и умер 77 раз. Тем самым вышел в КД 2.0.3, получил 1570 опыта и в сумме 93 серебра. Я считаю, что за 25 минут игры это довольно плохо. Но новичку, которому хочется скинчиков, я думаю, как раз хороший вариант. Как накопить на боксы и возможно ему повезет. Ну а на этом, ребят, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал с колокольчиком. Всем удачи и всем пока, ребята. До новых встреч в следующем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok